Стритлагинг, скайсерфинг, кейвдайвинг, бейджапинг, паркур, рафтинг Эти слова, пугающие слух, на сегодняшний день наиболее экстремальные виды спорта Где получить травму, увечья или просто потерять жизнь проще простого Острые ощущения первое, что приходит к голову при мысли о прыжке с парашютом, тарзанке или сноубординге Люди устают от однообразия, а экстрим – возможность в полной мере испытать все эмоции Но зачастую грань между получением адреналина и реальной опасностью стирается И люди осознанно идут на риск Популярность экстремальных видов спорта растет день ото дня Каждый любитель острых ощущений выбирает то, что ему по душе Способов подвергнуть опасности свою жизнь – бесчисленное множество Так называемые зацеперы В нашем городе этот вид редко встречается, но прецеденты случаются Маше по своему роду деятельности приходится экстремалить Она фотограф И куда только не залезешь в поисках красивого кадра Началось все с крыш, а потом понеслось робджампинг, клифдайвинг Прыжок с парашютом после этого уже не доставил ожидаемого удовольствия Тогда девушка решила зацепиться за московское метро У меня был такой странный достаточно период жизни И мне хотелось поэкстремалить, наверное, больше обычного И когда мне предложили покататься в метро сзади вагона Я почему-то согласилась Я проехала всего одну остановку На самом деле это было так круто Мне вообще давно так не штырило ни от каких поступков Это было гораздо круче, чем прыгнуть с парашютом или что-то еще Из-за того, что я пробовала Но мы просто... Дело в том, что тот зацепень, который пробовали мы Это в конце сзади вагона есть удобные ручки И ступенька, так сказать То есть просто держишься за ручку и едешь Это такие экстремалы, которые не знают толком, как ездить Они просто залазили наверх в метро И в какой-то момент там заканчивалось... То есть над туннелем не было пространства И их, естественно, размазывало по всему этому проводу И становились вагоны, собирали их части тела Но Маша утверждает Она не фанатик и знает, когда нужно остановиться И все-таки зачем люди осознанно рискуют жизнью? Специалисты объясняют Стремление к экстриму вполне оправдано И продиктовано природой человека Экстремальный спорт помогает либо снять напряжение Либо наоборот его получить И вот для того, чтобы иногда стать Активным в науке, в какой-то деятельности И он чувствует, что силы, как бы, так сказать, человек Не очень уже и нет энергичности Он может его немножко увеличить вот таким экстремальным способом Но когда он отделается семантически То он оказывается в плену у этого увлечения В силу того, что по сравнению с этим Ничто другое не дает И он не получает удовольствия такого уровня И в последующем вообще перестает получать удовольствие Потому что только от этого И вот зависимость ему необходима И постоянно в этом пребывать Это вот уже, ну, крайность Рисковать жизнью или нет – выбор каждого Но бывают и ситуации, не оставляющие альтернативы После циклона Владивостокцы стали экстремалами По неволе Каждый, кто выходит на улицу Уже рискует Уровень адреналина повышается С каждым шагом И все трюки на льду Без страховки Алина Черненко, Вячеслав Петров Новости на Восьмом